Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск в студии новостей Анны Хамбир и сейчас о некоторых темах этого выпуска коротко. Давайте подумаем, как вместе это синхронизировать, объединить усилия, увеличить объем федерального привлечения средств, регионального и, соответственно, инициатив сельских жителей. Общественная палата России предложила тиражировать опыт Карелии по всей стране. Карельских специалистов позвали рассказать о программе поддержки местных инициатив в российские регионы. Я считаю, что сегодня уже мэрия должна предпринять определенные шаги по демонтажу данного забора. Снести забор и создать сквер. Петрозаводчане ждут, когда мэрия призовет к ответу арендатора участка. В этих соревнованиях приняли участие даже полугодовалые дети. Всероссийский Олимпийский день набирает популярность в Карелии. А теперь во всем подробнее. Республиканскую программу поддержки местных инициатив высоко оценили в общественной палате России. Сегодня в Карельскую столицу приехали участники выездных общественных слушаний общественной палаты страны. Слушания проходят в рамках общероссийского проекта «Живи деревня, сохраняй Россию». Главное в этом обсуждении поделиться лучшими практиками сохранения сельского наследия, возрождения деревень и сел. О том, как представили карельский опыт, расскажет Максим Смирнов. Республиканскую программу поддержки местных инициатив представил Комитет по взаимодействию с районами. Гостям рассказали, что уже в первый год своего существования программа получила высокую оценку жителей сел и деревень Карелии. Поэтому глава республики Александр Худиланин принял решение не только продолжить ее реализацию, но и увеличить финансирование со стороны бюджета республики. Если в 2014 году казна предоставила 8 миллионов рублей, то в 2015 уже 29 миллионов. Напомним, суть программы – это поддержка на конкурсной основе социально значимых проектов, предложенных самими жителями. При этом деньги на реализацию этих проектов выделяет бюджет республики – 80%. Остальное дают бюджет поселения и собирают сами люди. В прошлом году таким образом было успешно реализовано 19 проектов. В поселениях тянули водопровод, строили детские и спортивные площадки, ремонтировали дома культуры. В этом году одобрено в два раза больше заявок – уже 41. Причем люди предлагают и оригинальные авторские проекты. Беломорское городское поселение, сактивизировав молодежную среду, приняли решение благоустроить набережную, где они размещают дерево любви, на котором 70 лепесточков ознаменуют 70-летие Победы. Представители Общественной палаты России одобрили опыт республики и предложили обобщить его и подумать, как можно откорректировать проект и включить его в федеральные ведомственные программы, чтобы оттуда привлекать дополнительное финансирование. В Министерстве сельского хозяйства есть программы по дорогам, по водопроводам, по клубам. Эти программы есть. Давайте подумаем, как вместе это синхронизировать, увеличить, объединить усилия, увеличить объем федерального привлечения сред, регионального и, соответственно, инициатив сельских жителей. Участники слушаний высоко оценили опыт республики и решили, что его стоит использовать повсеместно в России. Представитель Общественной палаты Российской Федерации уже пригласил на иные площадки обсуждения, для того, чтобы мы смогли бы поделиться своим маленьким, но уже успешным опытом программой поддержки местных инициатив. Кроме успешных практик развития сельских территорий, на общественных слушаниях обсудили и вопросы занятости людей на селе, развитие туризма, проблемы сельского бизнеса. Все доклады в итоге войдут в один документ. Документ, который позволил бы нам обобщить не только опыт, выявить проблемы, которые существуют на селе, и внести предложения уже в правительство, в законы, в поправки для законов. То есть сделать вот такой конкретный практический шаг. Обобщенный документ с предложениями от всех российских регионов будет представлен депутатам Госдумы и президенту страны. История земельного участка на перекрестке Невского-Калинина в Петрозаводске пополняется новыми событиями. В пятницу на народном митинге горожане за 10 минут разобрали часть забора с помощью отверток и шуруповертов. Но спустя день забор вновь был на месте. Напомним, группа горожан добивается от мэрии расторгнуть договор с арендатором этого участка и создать здесь сквер. На прошлой неделе на депутатской комиссии в мэрии Петрозаводска было принято решение восстановить сквер на пересечении улицы Калинина и проспекта Невского. Предварительно депутаты договорились уже осенью поставить на сессии вопрос о выделении денег на благоустройство этой территории. Мэрия также пошла навстречу горожанам и приняла решение расторгнуть договор аренды на этот участок, о чем уведомила арендатора. Кроме того, оказалось, что немалая часть этого участка незаконно оказалась за забором. Это муниципальная земля, не входившая в договор аренды. Поэтому жители и разобрали забор, но арендатор восстановил ограждение. С этими согласны и горожане, и солидарные с ними представители общественности. Я считаю, что сегодня уже мэрия должна предпринять определенные шаги по демонтажу данного забора. Есть комитет по благоустройству, есть специальные службы мэрии, которые должны заставлять нерадивых арендаторов или нерадивых инвесторов решать вопрос в пользу горожан. В настоящее время арендатор подал в суд на участников митинга, считая незаконным снос забора. Слушание в мировом суде должно состояться на этой неделе. Также общественники считают, что арендатор, возможно, подаст в суд и на мэрию города, чтобы оспорить решение расторжения договора аренды. Чтобы тяжба не затянулась и на этом месте действительно появился сквер вместо пустыря, горожане ждут от Петрозаводской мэрии решительных шагов. В эти выходные Петрозаводск отметил 312-й день рождения. Праздничные мероприятия прошли во всех микрорайонах города. Главной площадкой по традиции стала Онежская набережная. Несмотря на дождь, на праздник пришли тысячи жителей и гостей города. Вместе с ними весь день передвигалась по празднующему Петрозаводску и наша съемочная группа. Алиса Агранович рассказывает. Праздник начался у Вечного огня. Жители Петрозаводска, ветераны и представители власти собрались здесь, чтобы вспомнить тех, кто защищал наш город и нашу республику. День города приурочен ко дню освобождения Петрозаводска от оккупации. Это случилось 28 июня 1944-го. Глава Карелии напомнил о главных веках в истории Петрозаводска. Безусловно, особая страница истории принадлежит в Великой Отечественной войне, когда Карельский фронт не дрогнул и выстоял на протяжении всей Великой Отечественной войны. И не зря 134 бойца Карельского фронта были удостоены высочайшего звания Героя Советского Союза. Горожане возложили цветы и почтили память погибших воинов минутой молчания. На набережной раскинулся город мастеров. Демонстрировали свое искусство рукодельницы города, приют для животных организовал фотосессии с собаками и живыми, и плюшевыми. Гостям праздника предлагали собственноручно отчекать памятную монету с гербом Петрозаводска. Свои силы попробовал и глава региона. Чего делать? Один раз только, да? Один раз. Сильно, сильно. Отвечай, сколько. О! О, да, переборщи. Расплющилась. Монету Александр Худиланин подоил Галине Ширшиной. Кстати, в этот день глава республики вместе с горожанами прошелся по праздничному городу, пообщался с жителями и вместе с мэром еще раз поздравил Петрозаводск с праздником. После официального открытия праздника честовали новых почетных граждан города. Ими стали руководитель общественной организации жителей блокадного Ленинграда Вера Ермакова и председатель общества бывших малолетних узников канцлагерей Владимир Бродановский. Справа от сцены проходил фестиваль калиток. Садовые калитки расписывали художники города. Теперь на набережной есть новый арт-объект. А пять поваров, четыре женщины и мужчина соревновались за звание лучшего калиточника города. Жюри оценивало вид, вкус и соответствие оригинальной рецептуре. Испокон веков в Карелии все-таки была ржаная мука. Но если хозяйка хочет себе упростить работу, она добавляет побольше пшеничной муки. Но тогда это уже получается не ржаная калитка, а калитка в украинском хлебе. Кстати, сам председатель жюри тоже готовит калитки. Вот это отварение его рук. Сейчас попробуем. Здесь же можно было увидеть уникальную выставку самоваров, подготовленную городским Домом культуры. Все эти экспонаты достали из антресоли и привезли с дачи жителей республики. На самом деле, откликнулись, принесли, собрали. Более 40 самоваров мы собрали. Сегодня здесь представлен самый старейший самовар 1850 года, представлен семьей бояринцев. В следующем году Дом культуры планирует подготовить более масштабную выставку традиционной кухонной утвари. В артале исторической застройки прошел традиционный праздник от музея Кижи – иллюзии старого города. Всего на день здесь ожили картины Петрозаводска таким, каким он был сто лет назад. Много было развлечений для маленьких гостей праздник. Кстати, не только на иллюзиях старого города. Этот день города был посвящен теме детства в связи с пятилетием вхождения Петрозаводцев в программу «Юнисеф» – города, доброжелательные к детям. Праздничная программа продолжалась до самого вечера, несмотря на дно смечавшийся дождь. К сожалению, в этом году отменили праздничный фейерверк. Деньги Фризис надо экономить. Одно из мероприятий Дня города, в котором неизменно принимают участие журналисты – это аллея прессы. Мои коллеги традиционно предложили петрозаводчанам беспроигрышную лотерею, а также развернули мобильные фото и телестудию, поймав, кстати, в объективы весьма высокопоставленных прохожих. Лотерея информационного агентства «Республика» никого не обидела. Без призов, пусть и небольших, не ушел ни один ее участник. А главные призы – настенные часы, плед и электрочайник – достались самым удачливым. А Людмиле Ломоносову повезло даже дважды. Она выиграла два главных приза. Мобильная телестудия телеканала «Сампа» предлагала всем желающим побыть в роли ведущего и сказать несколько слов своему городу. Я очень люблю Карелию, и я хочу, чтобы наш город цвел улыбками, чтобы люди ходили, дарили друг другу позитив. Я хочу, чтобы наш город был самым красивым. Я хочу, чтобы наш город был более душевным, более простым и более устроенным для всех ближайших сюда и всех живущих здесь. Я хочу, чтобы город был цветущим, чистым, а люди в нем жили добрые, светлые, как всегда северяне, самые лучшие люди на земле. Я гость города, спидкеранты. Хочу, чтобы город вас просветал и все люди были счастливы. Я хочу, чтобы мой город был всегда праздничный, зеленый, чистый, неравнодушный, чтобы люди улыбались, смеялись, чтобы они были всегда веселые, довольные и вид, чтобы был всегда праздничный. Чтобы в нашем городе продолжались такие проекты для детей, чтобы спорт развивался, чтобы город цвел, пах и погода радовала. Я хочу, чтобы наш город стал еще лучше. Я хочу, чтобы наш город был самым комфортным для жизни наших петрозаводчан и чтобы он был самым интересным для наших туристов. Продолжите фразу. Я хочу, чтобы наш город имел столичный блеск и мы для этого сделаем все возможное, чтобы как минимум к столетию он имел великолепную набережную, не двухкилометровую сегодняшую, он имел великолепный столичный лоск и чтобы не только центр города был приведен в порядок, а и многие наши улицы. Карелия этого заслуживает, Петрозаводск этого заслуживает. В советские времена, в 70-80-е годы он признавался самым чистым городом Советского Союза, поэтому мы с Галиной Игоревной сделаем все, чтобы это возродить и чтобы в кратчайшие сроки мы вновь гордились и нашим Петрозаводским, и нашей Карелией. А теперь коротко о других событиях в республике. Глава Карелии принял участие в выездном совещании по реконструкции и развитию аэропортового комплекса «Бесовец» под Петрозаводском. Сегодня за счет федерального бюджета практически завершены работы по заливке бетоном, рулежной дорожки, перона и мест стоянки самолетов. Новым этапом развития аэропорта под Петрозаводском должно стать строительство современного здания аэровокзала. Александр Худеланин поставил задачу перед строителями активизировать работу, чтобы максимально эффективно использовать летние месяцы и теплую погоду для реконструкции. Специалисты Министерства природопользования и экологии Карелии провели совместный рейд с представителями МВД по выявлению фактов нарушения лесного законодательства. В ходе рейда они обнаружили незаконную рубку и самовольное использование лесного участка возле дач в Прионежском районе. Ущерб лесу оценивают в 1 миллион 200 тысяч рублей. Выявлением виновника занимаются правоохранительные органы. В столице Карелии обновляется система уличного освещения. За последний год были заменены 150 опор и светильников на улицах Мелентьевой, Мурманской, Титова, Правды, Набережной Нижского озера. До конца года намечено реконструировать еще 543 опоры уличного освещения в центре и в районах города. Только на проспект Ленина полностью заменят 83 светильника. Победителем танцевального шоу на Первом канале стал выпускник Карельского колледжа культуры и искусств. Александр Могилев родился в Кандалакше, учился в Карелии, Москве и Австрии. Сегодня он стал заслуженным балетмейстером и танцором с именем. Победа в шоу «Танцуй» принесла Александру двухмиллионный контракт – работу в Петербургском шоу-театре «Ленинград-центр». День города в Петрозаводске в этом году совпал с Днем молодежи. Праздничные мероприятия прошли по всем районам Карелии. А в карельской столице в этот день состоялся первый этап ежегодного молодежного фестиваля граффити «Полоса отвода». В нем приняли участие 11 молодых художников-любителей. Им дали три темы – «Мой любимый Петрозаводск», «Современное искусство» и «Город против войны». Последние две темы пользовались особой популярностью. Я рисую свои комиксы на тему, которую нам задали организаторы – «Стены против войны» или «Город против войны». Вообще у меня очень грустный, печальный персонаж, и многие считают его злым. Но на самом деле я хочу показать, что даже такие страшные с виду образа могут быть прикольными, красивыми, нестимирными. Эта площадка для любителей. Они работают на листах бумаги. После фестиваля их работы украсят молодежную базу «Маткачи». Фестиваль проводится для того, чтобы, во-первых, предоставить возможность художникам самовыразиться, и для того, чтобы все-таки обращали внимание, что красти – это не только хулиганство, но и искусство. Второй этап полосы отвода начнется 12 июля. Тогда уже за дело возьмутся профессионалы и украсят весь фасад кинотеатра «Колевала». Организаторы обещают, что здание будет не узнать. Оно и сейчас уже сильно изменилось. Последнюю неделю над оформлением фасада работал пермский художник Александр Жунев, заработавший известность после того, как нарисовал распятого Гагарина. На кинотеатре «Колевала» он решил нарисовать сцену из одноименного эпоса. Илмаринин кует мельницу сампа. Рисунок наносят на поперечные панели вдоль всего фасада кинотеатра. И видно его не отовсюду. Если смотреть на панели в упор, то будут видны лишь элементы яркой цветной мозаики. Но если отойти подальше, открывается весь сюжет. И на эту же субботу выпала еще одна дата – Всероссийский олимпийский день. Его отмечают по всей России в честь блестящего выступления нашей сборной на играх в Сочи. В Петрозаводске в этот день прошла уже вторая олимпиада для детей – маленький чемпион. Участие в ней приняли даже полугодовалые дети. Младшим участникам соревнований 6 месяцев. Кто-то легко справляется с пятиметровой дистанцией, а для кого-то – это настоящий марафон. Родители помогают кто как может. В ход идут лакомства, игрушки, погремушки и даже бытовая техника. Активно ползает. Ну, правда, смотря зачем. Когда ему надо, то, конечно, да. Вкусняшка – это, видимо, стимул. Да, да. Первый раз. Мы много слышали, поэтому решили принять участие. И чтобы помогало ему идти к победе. Ну, вот, как видите, игрушки, активная помощь бабушке, группа поддержки, наверное, ну и техника, фотоаппарат. Фотоаппарат – любимая игрушка? Ну, по всей видимости, наверное, у всех у малышей. Да, и микрофон тоже, скажи, не последнее, да, увлечение. Несмотря на накрапывающий с самого утра дождик, праздник собрал около 400 участников. Дождь не испугал ни маленьких спортсменов, ни их родителей. А организаторы позаботились о том, чтобы малыши не промокли. Чемпионат по ползанию проходил под навесами. Для детей постарше сделали полосу препятствий. Были и командные игры для всей семьи. Поздравили юных спортсменов с Всероссийским Олимпийским Днем и пожелали им спортивных побед и высокие гости соревнований. Я, безусловно, искренне уверена, что сегодняшний день даст путь еще многим вашим чемпионам, которые станут славой вашего города, вашей республики и нашей страны. С праздником! То развитие, та динамика, которая в последний год присутствует в получении новых спортивных объектов, в высоких достижениях наших спортсменов, говорит, что у нас с вами появятся и новые Терентьевые, и новые Лазутины, и новые Медведевые. После Олимпиады состоялся парад колясок. Он завершился на набережной Онежского озера. Такими были выходные и понедельник в Карелии. Я с вами прощаюсь. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова